привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и темы сегодняшнего урока растениеводство и животноводство по плану мы сегодня с вами вспоминаем что такое растениеводство и животноводство обсуждаем на какие виды делятся эти отрасли и приведем пример растениеводство и животноводство что же такое растениеводство ну как следует из названия да вы помните это выведение растений то есть это отрасль сельского хозяйства которая занимается выращивание культурных растений как вы помните да растения мы можем делить на культурные и дикие да дикие растут независимо от человека культурные растения выращивает сам человек растения людьми используются в различных целях в том числе как сырье, как питание и так далее. Какие бывают культуры растений? Мы об этом уже говорили. Растения бывают кормовые, то есть это те, которые мы используем для того, чтобы кормить наших животных в животноводстве, например. Бывают предельные культуры, те культуры, которые используются для добычи тканей, материалов и так далее, создания материалов. Зерновые культуры, это те культуры, которые дают зерна, которые произрастают и дают зерно. И декоративные растения, это те растения, которые мы выращиваем для того, чтобы украсить свою жизнь. Чаще всего это, конечно же, цветы, могут быть и деревья, кусты, различные растения. Растениеводство включает в себя несколько различных отраслей. И, в первую очередь, это, конечно, полеводство. Это такая отрасль растениеводства, такая ее часть, которая включает в себя выращивание растений в полях. К полеводству относятся разведения гречихи, картофеля, ржи, клевера, льна и хлопчатника. Также есть такая отрасль растениеводства, как овощеводство. Здесь понятно выращивание овощей. При этом картофель к овощеводству не относится. Обратите внимание, несмотря на то, что мы считаем его овощем, он действительно является овощем, все-таки его выращивают в полях. Овощеводство включает в себя выращивание кабачков, баклажанов, капусты, лука, моркови, ну и других различных овощей. Но так как есть овощеводство, есть, конечно же, и, может быть, вы скажете, фруктоводство, но на самом деле это называется плодоводство. Выращивание плодовых культур, это, конечно же, различные яблони, груши, персики, абрикосы и, конечно же, ягоды, в том числе винограды, арбузы и так далее. И цветоводство, это отрасль растениеводства по выращиванию цветов, цветочных культур. Это, чаще всего, это, конечно, декоративные культуры, такие как тюльпаны, розы, гладиолусы, да, цветы первоклассников и различные другие. Животноводство. Ну, здесь вы, наверное, сами вспомните определение, дайте себе время, остановите видео и сформулируйте самостоятельно. Если вы это уже сделали, давайте проверять, что должно было получиться. Итак, животноводство. Животноводство, как следует из названия, выведение животных, да, это отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением домашних животных. Мы с вами знаем, что животных мы можем разделить на домашних и диких. Дикие, это те, которые растут в естественной среде, да, обитают в естественной среде. Домашние животные, это животные, одомашненные человеком, те животные, которых человек приручил. Люди разводят животных для различных целей, и для питания, и для сырья, и для корма, и для других целей. В животноводстве выделяется очень много разных видов, но мы обсудим несколько. Во-первых, это, конечно, пчеловодство, разведение медоносных пчел. Те места, где разводят медоносных пчел, называются пасеками. Вы, наверное, видели такие интересные дома для пчел, в которых они живут, создают соты, и принося нектар с полей, с цветов, они образуют там мед. Сейчас современное пчеловодство достигло высот своих. Почему? Потому что раньше невозможно было добыть мед, не разрушая сами соты, не разрушая жилища пчел. Сейчас так устроены пасеки, что соты не разрушаются, но при этом мед можно добыть, не повредив при этом жизни пчел самих. Еще одна отрасль, довольно-таки широкая, это птицеводство на различных птицефабриках, птицефермах, разводят кур, гусей, индейку и так далее. Ну, конечно же, эти птицы используются, во-первых, в качестве питания для людей, но также их перья, их пух используются для набивки различных матрасов, например, подушек и так далее. То есть перья, например, гусиные использовались раньше для письма, их макали в чернила и ими писали. То есть все эти птицы на птицеводческих фабриках, они используются очень активно человеком в различных отраслях. Также разведение рогатого скота, их его разделяют на две группы, разведение крупного рогатого скота, таких как коровы, например, быков и мелкого рогатого скота. Это, конечно же, овцы, бараны, козы и так далее. Этих животных используют не только в качестве питания, но, например, коров разводят, вы знаете, для молока, для добычи молока, для питания баранов. И овец используют для добычи шерсти, конечно же. Козья шерсть тоже очень ценный продукт. Из шерсти делают одежду, делают ткани, из тканей делают одежду и обувь. Коневодство, разведение лошадей, тоже интересная очень отрасль. Разводят различных коней, причем это могут быть и те лошади, которых запрягают, которые используют в качестве транспорта для передвижения на местности. Но также коневодство, коней еще разводят и для пищи. Мясо коней, оно тоже очень ценное, да, и во многих народах считается вообще лакомством, да, на самом деле. И еще одна часть животноводства, это, конечно, рыбоводство. Огромные прудовые хозяйства находятся на территории нашей страны. В них выращивают различных рыб, в том числе осетра, лещей, окуня, ну и других различных речных рыб. Подумайте, пожалуйста, есть ли в вашей местности, на территории вашей местности, например, птицефабрика или пасека. Например, в крупных городах, рядом с крупными городами, есть крупные, да, животноводческие фермы. Есть, например, животноводческие фермы частные, да, например, когда человек один, да, не в промышленных масштабах, а он сам выращивает, да, например, птиц определенных, да, там кур разводят и так далее, да, это тоже является частью животноводства, просто частного животноводства. Какие культурные растения выращивают в вашем крае, тоже об этом узнайте, расспросите взрослых, это очень интересно, не забудьте записать себе в тетрадочку. Ну а мы подводим итог, сегодня мы говорили о растеневодстве и животноводстве, обсудили на какие виды делятся эти отрасли и привели примеры растеневодства и животноводства. У меня на этом все, спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке, пока!